здравствуйте дорогие мои друзья вы находитесь на канале светлый гороскоп и с вами я ваш личный астролог борисова светлана станиславовна и сегодня дорогие мои тельцы этот гороскоп для вас на июнь месяц 2021 год смотрите у меня на канале всегда три видео про себя по луне по солнышку и по асценденту в первую очередь конечно по асценденту если вы самостоятельно не можете рассчитать свой асцендент или луну вы можете записаться ко мне на личный прием и мы вместе с вами рассчитаем ваш асцендент и луну вайбер ватсап telegram в описании к этому видео вы найдете и так дорогие мои тельцы солнечные лунные а также у всех у кого асцендент в тельце мы будем сейчас рассматривать июнь месяц 2021 года на самом деле это очень насыщенный месяц здесь будут и взлеты и падения различные ситуации ждут нас в июне месяце и сейчас мы о них поговорим возьмите ручку карандаш тетрадку или блокнот и записывайте важные даты и так дорогие мои друзья 3 июня у нас с вами сатурн делает тринг солнышку это прекрасный аспект это замечательный аспект и конечно же попадает у вас на 10 и 2 дом то есть сатурн у вас находится в вашем десятом доме а солнышко находится в вашем втором доме это действие аспекта она всегда несколько дней до и несколько дней позже вот 3 4 июня это самое сильное действие прекрасного аспекта еще но берите день 2 до день 2 позже что же для вас принесет это этот аспект дорогие мои тельцы 10 дом это конечно карьерный рост это конечно может быть взлет по карьере это повышение в должности а также это может быть вы либо замуж выходите либо женитесь то есть меняете свой статус либо же что-то интересное да какие-то прекрасные события происходят у ваших родителей и второй дом это конечно же ваш дом любимый дорогие мантельцы это деньги это ценные подарки ценные приобретения и покупки и здесь конечно вас ждут приятные события что связано с сатурном это как раз таки может быть вы недвижимость какую-то покупаете или вам подарят какую-то недвижимость может быть ремонт вы завершили прекрасный делать или же вы что-то покупаете что-то связанное с недвижимость потому что все таки по сатурну сатурн это вот то что связано с недвижимостью а ваш второй дом это ценности это деньги это финансовые вложения или вы вкладываете в какое-то строительство может и проиграться именно так хороший день для этого и так 4 июня прекрасная замечательная венера венера это у нас малое счастье красота любовь и деньги и она делает тринг юпитеру а юпитер это у нас большое счастье это все что расширяет и это конечно замечательный день 4 июня попадает у вас на третий 11 сектор вашего гороскопа венера в вашем третьем секторе гороскопа а юпитер вашем одиннадцатом секторе гороскопа что у нас здесь может быть это хорошие события прекрасные прекрасные какие-то может быть новости вы получите от своих братьев сестер или от соседей это хорошее отношение с соседями с братьями то хороший момент если вы когда-то были в ссоре или у вас было какое-то недопонимание сейчас наладить отношения с вашими братьями сестрами и соседями это удачный день для покупки автомобиля может быть вы хотите продать один купить другой или может быть обновить автомобиль покрасить далее поменять цвет или же отремонтировать это прекрасное время чтобы заняться автомобилем также 11 дом это группы людей организации вы будете признаны вас признают вы будете возможно лидером в какой-то организации также 11 дом это достижение каких-то планов это знаете когда сбываются все ваши мечты 11 дом это награды и почет 5 и 6 июня эти дни очень напряженные потому что 5 июня меркурий делает квадрат к нептуну кстати у нас с вами на меркурий ретрограден до 23 июня и здесь конечно я бы весь месяц не рекомендовала вам не начинать ничего нового и не подписывать договора все что связано договора покупки какие-то приобретения именно подписания здесь я бы не рекомендовала хотя у вас и хороший а вот здесь аспект 4 июня до чтобы покупать автомобиль но опять-таки если это ретро автомобиль какой-то или вы когда возвращаетесь к этому вопросу да вот по возвращению пожалуйста или если у вас ретроградный меркурий есть при рождении вот как у моей дочки ретроградный меркурий я ее всегда называю когда она что-то забывает и переделывает или 10 раз заходит ко мне в комнату мамочка я тебя люблю я тебя люблю я гридачика ты мой ретроградный меркурий постоянно возвращается к одному и тому же вот у кого при рождении ретроградный меркурий тот может кстати делать какие-то ценные покупки приобретения четвертого июня а у кого прямой меркурий при дате рождения в дате рождения значит этого делать не стоит опять-таки если вы не знаете какой меркурий у вас при рождении можете обращаться ко мне на личную консультацию будем смотреть итак смотрим дальше значит 5 6 давайте про эти даты еще поговорим потому что затрагивает у вас а второй и одиннадцатый дом меркурий в квадрате с нептуном нептун это что-то неясное непонятное это тайны загадки причем не очень приятные а меркурий это медийность это конечно же именно договора здесь можно ошибиться конечно же и второй дом ваш затрагивает это ваши финансы а вот насчет финансов я бы сказала что у 5 6 лучше не в коем случае не вкладывать ничего не покупать и вообще не заключать какие-то сделки не подписывать договора связанные с деньгами одиннадцатый дом затрагивает это общественные группы организации если вот 4 числа до здесь хорошее положение и здесь группа лиц признает вас и вы можете быть лидером в группе людей то уже 5 6 здесь лучше оставаться в тени и не выпячивать себя потому что здесь может ополчение да вот коллектив против вас вот таким образом а что касается 6 числа что 5 и 6 оппозиция марса плутону это напряженный аспект конечно же и он затрагивает ваш третий и девятый дом напряженные отношения с братьями и сестрами напряженные отношения с соседями конфликтная ситуация также тяжелое восприятие обучения может быть не получится какая-то поездка если вы планировали куда-то поехать то этого может не получиться очень тяжело будут какие-то интернет продвижения да вот это вот медийность общение по интернету тяжело может идти следующий давайте мы с вами дата рассмотрим это 10 июня 10 июня будет солнечное затмение и как раз таки она завершает коридор затмений который у нас начинался с 26 мая был и вот по 10 июня как раз таки это заканчивается коридор затмений про него я уже говорила рассказывала вам но про солнечное затмение я конечно запишу отдельное видео это будет новолуние близнецах и у вас дорогие мои тельцы попадает ваш второй сектор гороскопа второй сектор это финансы конечно же финансы никаких сделок с деньгами нельзя ничего ценного и покупки не приобретения ни в коем случае делать нельзя ну а а полностью об этом новолуние отдельным видео я запишу и расскажу что можно а что нельзя для чего ну хорошо для чего она не очень хорошо далее 15 июня у нас сатурн делает квадрат к урану в принципе сатурн в квадрате с ураном это уже этот аспект уже давно у нас и он еще будет определенное количество времени об этом я записывала отдельное видео обязательно посмотрите но этот аспект он каким-то в какие-то отдельные даты бывает более очевиден более явный этот аспект и вот как раз 15 июня он как раз таки очень будет нагляден да скажем так что здесь может быть борьба за результат какой-то причем сатурн это социальная планета это может затронуть не только вас а общество в целом есть могут быть аварии аварии на дорогах также с авиацией все что связано это может быть ограничение санкции относительно государства и народа и и затрагивает ваш десятый и и смотрите и первый сектор уран дает неожиданные какие-то результаты и действия десятый сектор это ваша карьера в этот день и плюс-минус день-два я всегда говорю берите с запасом да смотрите что у вас карьера и если вы чувствуете что какие-то нелады с начальством с руководством с вашими подчиненными с коллегами лучше остаться в тени промолчать потому что здесь вас могут в общем-то попросить да с вашего места это может быть увольнение а может быть знаете вот неожиданно вот этот неожиданный аспект он еще бывает что сыграть может вашу же пользу смотря как вы прорабатываете этот аспект вот если вы человек борец если вы человек воин то вот такие вот напряженные аспекты они даются нам для проработки если вы хорошо прорабатываете эти аспекты это может быть как знаете вот неожиданный взлет вот вы против всех пошли да тут или пан или пропал и вас либо могут выгнать либо вас повысят в должности то есть вот здесь неожиданные какие-то решения могут быть относительно вашего карьерного роста 21 июня это конечно день солнцестояния и это самый длинный день году и самая короткая ночь это прекрасный магический день когда можно делать различные интересные ритуалы да и здесь солнышко в раке как раз таки у нас с вами затрагивает да еще смотрите у нас в это же время 21 июня венера делает трин к нептуну а это прекрасно конечно же венера красота любовь деньги счастье радость удовольствие и нептун это всегда какие-то знаете мечты вера и вот это соединение прекрасная 3 дают нам веру надежду любовь относительно различных сфер жизни какое-то вдохновение дается да и у вас затрагивается 3 и 11 дом венера у вас в третьем доме а нептун у вас в одиннадцатом доме и опять таки это все что связано с братьями и сестрами автомобили медийности и 11 дом это группы лиц организации общественные прекрасное прекрасное время чтобы наладить отношения с вашими соседями с вашими братьями и сестрами или может вы будете получать хорошие новости от них или опять таки что связано с автомобилем до обновления что-то с автомобилем будет группа лист вас признает вы будете авторитетом у людей 23 июня меркурий разворачивается в прямое движение ну а обычном он разворачивается не молниеносно да он притормаживается останавливается а потом уже идет в прямом положении а значит и как я говорила ранее что до 23 июня конечно же пока ретроградный меркурий нельзя не какие-то покупки делать особенно дорогие не подписывать договора да не начинать каких-то новых дел если вот что-то что касается переделывания пересмотр это можно но опять таки еще раз повторюсь у кого меркурий при рождении ретроградный тут может в принципе на него не распространяется ретроградный меркурий вот эти вот все правила они не распространяются абсолютно можете жить как жили и делать покупки и подписывать договора что но у тех у кого меркурий в прямом положении был при рождении тот конечно должен прислушаться и 23 06 разворачивается в прямое движение как раз таки он затрагивает ваш второй сектор гороскопа есть уже пожалуйста можете делать какие-то покупки но я почти все таки рекомендовала не сразу после 23 числа а несколько дней выждать всегда неделю предположительно да а потом уже что-то покупать или какие-то разговоры деньгах ли новые источники доходов искать и в этот же день прекрасный солнышко делает трин к юпитеру это замечательный аспект солнце прекрасно и юпитер планета расширение счастья большого счастья причем затрагивает ваш третий и одиннадцатый сектор гороскопа опять это говорится о том что прекрасные отношения с братьями сестрами соседями и друзьями и кстати соцсети соцсети тоже очень хорошо 24 июня будет полнолуние в козероге об этом событии я запишу отдельное видео конечно полнолуние это всегда завершение кульминации итог да это и ваш девятый сектор о это полнолуние будет затрагивать девятый сектор это блогерская деятельность это может быть интернет это образование получение может какого-то образования это повышение каких-то на курсы повышения квалификации можете идти это педагогика психология может быть это может быть путешествия какие-то передвижения командировки приятного характера полнолуние это знаете как вот итог будет нам показывать итог и результат в этом вашем секторе и 26 июня я бы даже сказала 20 с 26 июня по 4 июля это такой знаете самый напряженный аспект будет 2021 году называется как там квадрат того квадрат когда нас марс делает квадрат к урану а уран делает квадрат к сатурну то есть вот вы видите два таких квадрата это такой там квадрат у нас получается и а марс у нас находится во льве это огонь до огненная стихия уран в тельце это земля и сатурн в водолее это воздух представляете три вот этих вот стихии то есть огонь земля и воздух это могут быть различные катаклизмы это и землетрясение и все что угодно поэтому вот в это время я бы не рекомендовала на путешествие никаких путешествий абсолютно не садиться за руль и летать на самолетах в общем-то это опасное время а вот дальше что еще тут это разрушительная энергия представляете два квадрата здесь получается аварии природные катаклизмы вполне возможно политическое экономическое обострение может быть и между странами и внутри как во внутренней политике и во внешней политике может быть как народ да и государство тоже какие-то конфликты будет могут проигрываться и если смотреть на уровне государства потому что все таки планета сатурн это планета социума да и мы в первую очередь рассматриваем по социуму ну а если конкретно вас дорогие мои тельцы мы смотрим то это затрагивает ваш четвертый сектор гороскопа марс в четвертом секторе уран у вас первом вашем секторе и сатурн в десятом секторе да ну причем это у вас самые главные дома 4 1 10 здесь будут события каким-то знаете образом очень серьезным на вас действовать во первых что-то происходит вашей семье это могут быть какие-то недопонимания в семье это напряженные отношения в вашей семье вместе там где вы живете вы может быть чувствовать будете найти в семье всегда должно чувство безопасности а тут какие-то конфликтные истории какая-то опасность может вас подстерегать даже в доме с вашими родственниками и десятый сектор это как раз таки карьера есть может пошатнуться карьера знаете вот на таких аспектах еще раз я хочу сказать что вот когда идет квадраты люди борцы вот как раз таки выигрывают на этих аспектах да они продвигаются я всегда говорю вот представьте до квадрат это как ступенечка вот квадрата на ступенька квадрат 2 ступенька для кого-то очень тяжело ступать по ступенькам и он отходит сторону кто-то оступается и катится по этой лестнице вниз а кто-то наоборот продвигается и идет по этой лестнице вверх то есть здесь будет найти для кого-то это лестница падения а для кого-то это лестница будет продвижение по статусу по карьере это может быть еще десятый сектор какие-то неприятные события у ваших родителей вам придется с ними значит вам придется помогать им морально их поддерживать это изменение в статуса вашего либо это развод либо это разрыв до отношений такое тоже может быть но по итогу в любом случае это всегда в плюсе потому что чтобы не делалось она всегда на пользу идет это знаете такие кармические чистки но если вы любите друг друга и вам не будет страшно ничего абсолютно никакие квадраты то есть если любовь она всегда побеждает она всегда это знаете проверка людей вот если в человеческих отношениях есть какая-то трещина то естественно люди расходятся вот вот в таких в такие моменты да когда идут квадраты а если люди действительно любят друг друга поддерживают друг друга то наоборот наоборот эти люди растут растут духовно вот такой вот интересный месяц июнь дорогие мои тельцы я надеюсь вам было интересно и полезно эта информация пользуйтесь во благо ну а кто хочет обратиться ко мне за личной консультацией вайбер ватсап telegram в описании к этому видео вы найдете можете обращаться мы можем сделать с вами как натальную карту при рождении посмотреть ваши планеты да и ваши в общем то направление куда вам двигаться и также мы можем сделать астрологический прогноз на год или на то время на какое вы сами хотите обязательно смотрите у меня на канале три видео по асценденту по солнышку по луне я желаю вам всем мира добра и счастья и конечно кто еще не подписался подписывайтесь и жмите на колокольчик не кто подписан пальчик вверху слово благодарю мне будет очень очень приятно всех обнимаю всех люблю всем пока пока а